Девочки, смотрите, накрасила брови. Ну да, они у меня не выщипаны, но вы посмотрите. Блин, у меня в сад за детьми идти, я шапку вообще вот так вот натянула. Не, она собиралась без шапки идти, вон солнышко опять вылезло. Вы посмотрите. Красотка! Понимаете? Вы понимаете? Вот, и мы сейчас с вами будем вон там порядок наводить. Короче говоря, я же вам не показала. Так, это принесла сюда. Я еще немножко сегодня с утра расхламилась. В этом пакетике всякий разный хлам. Ну, в общем, реально хлам. Смотрите, что выбрасываю. У нас вытяжка. То есть не вытяжка, а угольный фильтр. И вот эта вот заглушка стоит 13-й год. Лежит. Видите, она вся пожелтела. Короче, это просто что-то с чем-то. И все время я думала, будем пользоваться, будем пользоваться. Лампочка. Мы покупали в другом месте. Чек у нас от нее нет. Короче, нашла лампочку. Вот этот вот снег два года назад куплен в Сикс Прайсе. Я когда-то слышала, что, типа, если он долго постоял, то он уже работать не будет. Но мы и не использовали его. И зачем он стоит? Девочки, он стоял на кухне, на верхнем шкафчике. Потому что мальчики начали с ним играть. Ну, в общем, мы его поставили. Ну, как бы так и не воспользовались. Вот это. Помните, когда я покупала Фикс Прайс? Наверное, месяц назад, да? Да, я только начала стройнеть. Вот оно лежит. Короче, никому оно не заходит. Ничего. Вот я думаю, реально думаю. Вот я тогда ела. Потом как-то я забила и не хотела. Вот думаю, захочу или не захочу. Может, пять штучек, шесть оставить. Может, все выбросить. Или Лешу дождаться, сказать. Будешь есть? Ешь, не будешь? Выброшу. В общем, не знаю, девочки. Вот так стоит. Так. Здесь у меня шиповник, специи. Сейчас я все разберу. Это как раз, когда мы распаковку сняли. Фокус. Я положила вот сюда все. И потихонечку отсюда все таскаю. Так. Я же вам не сказала. Я же купила четыре вот этих контейнера. Они стоят, по-моему, 65 рублей. Ну, знаете, что в Фикс Прайсе есть? Какие цены? 55 или 77? Пластик здесь хороший. Риска. Сейчас иду в туалет просится. Я дверь закрыла. Обычно она у нас приоткрыта. В общем, пластик хороший. Я думаю, если я пойду в Фикс Прайсе, я еще дофига всего куплю. Поэтому я купила здесь. И не жалею, что купила. Мне очень нравится цвет. Смотрите, что вообще гуляет фокус. Ну, фокус сам по себе. Я сама по себе. Почему так? Вот. Сейчас сфокусировался. Девочки, простите за фокус. Не понимаю, что происходит. Так. В общем, вот четыре контейнера. Мы сейчас с вами будем их использовать. Пока помню. Вот постирала постельное белье. Сейчас возьму сантиметр. Размеры здесь заявлены. Вот в простыне, в пододеяльнике. И сейчас померю сантиметром. И напишу вам, скажу. По поводу того, что подсело оно или не подсело. И у меня здесь лежит. Это я вчера еще стирала. Не отстирывается фломастер. Сиреневый. Они его как-то, я не знаю, как так умудрились. Вот на федины простыни не отстирывается. И вчера не досохло. Я что-то вот убрала вон туда. Вон, видите. Тоже. Ну, это уже поздно ночью делала. И здесь досушивается, короче говоря. Вот это вот бязь из василька. И оно очень сильно село. Очень, девочки, сильно село. На 30% по-любому. Прямо особенно вот в простыне они вообще не налазят. Вот сейчас померю, сейчас вам скажу. Девочки, еле померила. Это она сейчас угомонилась, когда на нее наорала и треснула. Потому что она вообще не давала мне померить. Нет, практически не села. Вот практически. Чуть-чуть может быть. Вот смотрите, наволочки, они обычно заявлены. 70 на 70. Но по факту, когда ты их начинаешь мерить. Или подушки даже, когда вот покупаешь. Она 68 на 68. Это я вот много раз замечала. Поэтому здесь получается 68 на 66. Я не знаю, какая я глупость совершила, что я не померила перед этим. Вот. Но под одеяльник, получается, размер остался тот же, что заявлено на сайте. Я сейчас как раз ходила, смотрела на сайт и сравнивала. Девчонки, забыла. Не скажу размер. Но суть в том, что если даже села, то вообще незначительно. При 40 градусах я стирала все это дело. Поэтому вот за этот комплект могу говорить, что все нормально. Просто не стала мерить, потому что она, ну она, блин, реально очень-очень большая. На 2,20, на 2,40, во-первых. Ну, как бы там, если и на 2 см может быть подсела, а не на 30 см, как вот это. А, ну, как бы я считаю, что это ничего страшного. Девочки, пришла отрывать обои. Нет, хочу, вот у меня есть, в магните покупала, магнит косметики. Вот такой клей ПВА. И хочу. Мне же написали, что можно приклеить. Ну да, чего нельзя-то? Наверное, если он приклеит. Сейчас приклеим вместе с вами, что буду молодец. Сегодня реально день прожит, не зря будь. А то он у меня прям раздражает. Только будет зацепить чем-нибудь, а чем? Даже поджать здесь неудобно будет. Ну ладно. Сейчас как-нибудь. Ну, не как-нибудь. Ну, как-нибудь. Вот так. Да, без инструментов, девчонки, работают. Ай, у меня правила есть между дверьми стоят. В прихожей-то, Лешин, двухметровые. Можно, в принципе, ими попробовать. Выровнять. Так. Тряпку даже не взяла. Хозяйка. Ну, думаю, блин, пока пойду за тряпкой, забуду, что хотелось сделать. Так. Сейчас. Пойду за тряпочкой. Так. Вот тут еще тоже кусок. И спасибо, кстати, за совет. Да, буду держаться. Сейчас я постою немножко. Подержу здесь. Мне говорят, ты смеешься, как больная. Ну, так я больная. На голову. Чего нет-то? Знаете, дурак не тот, кто знает, что он дурак. А тот, кто не знает, что он дурак. Так что, кто понял это выражение? Я могу повторить, кстати. Дурак не тот, кто знает, что он дурак. А тот, кто не знает, что он дурак. Это мне когда-то отчим сказал. Когда я ему сказала, говорю, ты дурак, что ли? И он мне сказал, знаешь что? Ну, он не обиделся, ничего. Ну, и как бы просто он меня взбесил. Он был пьяный. Вот. И он меня взбесил. Глупости говорил. И он мне сказал. Потом я его наотрезвую-то спросила. Не хотела с пьяным с ним по этому поводу разговаривать. И он мне объяснил. Ну, мне было тогда, по-моему, 13 лет. Вот. Так что, вот так, что, девочки. Вот чем бы вот так вот поджать сюда, да? Чтобы долго не стоять. Жалко времени. Лучше полежать. Отдохнуть. Ну, вот так вот. В общем-то, хорошо получается, смотрите. Это у меня здесь лягушка лежит. И от аквариума. Но я-то знаю, что здесь лежит. Надо будет потом убрать когда-нибудь. А вообще, в принципе, можно было, знаете, чем? Ну, титаном. Клей титан. Я думаю, быстро-быстро бы схватилась. Я один раз на титан клеила обои в кухне. Моющиеся. Знаете, какой расцветки? Кирпичики беленькие. И на них листики. Такие дикие виноград-то или березка. Знаете, моющиеся такие. Недорогие были. Я их из Брянской области привезла. Недавно как раз рассказывала Лене с Ульяной эту историю. Я еще и в эту комнату обои тоже привезла из Брянской области. Я просто тогда хотела переклеить у нас дома. Очень обои понравились. Купила. Но переклеивать не стала, потому что поняла, что надо уезжать. Вот как-то так. Ну, все. Я постою. Вы пойдите чайку попейте. Девочки, скучно стоять в гордом одиночестве. Решила вот линейки взять у мальчишек. И вот так сейчас просто площадь, чтобы побольше было, буду нажимать. Вот так буду стоять. Подпереть бы чем-нибудь это все дело. Расскажите мне что-нибудь. Пожалуйста. Все, девочки. Как будто так и было. Понимаете? Сейчас кто-то скажет. Опять Оксана, ты неправильно говоришь. Я же, девочки, знаю я, как правильно говорить. Не забывайте, что у меня по-рускому в школе опять было. В общем, все хорошо. Буду периодически подходить, смотреть. Надеюсь, отходить не будет. Ну, как бы я не вижу смысла больше держать. Вроде бы все нормально уже. Кто молодец? Я молодец. Спасибо, что подсказали. Так, девочки. Здесь у нас тушенка, консервы какие-то. Ну, в общем, ничего такого особенного. Селедка. Фасоль. Фасоль белая. Ну, это опять же. А это все те же томаты, потому что я их особо не использую, которые Катя присылала. Тут по срокам все нормально. Но я томатную... Ну, томаты вообще мало куда использую. У меня даже замороженные помидоры мои еще с лета есть. Так, что здесь? Вот эту вот кофточку я приготовила порезать на тряпочке. Но, с другой стороны, она такая приятная по качеству. Вообще, вот просто, видите, рисунок стерся. Арсению еще покупала, когда ему годик был. Но он у нас крупненький был. С другой стороны, в общем, Федя жалко не дает мне. И мне жалко. Не то, чтобы жалко. Я бы уже давно порезала. Жалко, что ему жалко, да? Не хочется его обламывать. Он прямо не дает. Я говорю, ну что, на дачу будешь ходить? Не знаю, можешь на дачу увезти потом. В общем, короче, так она и кочует. Что здесь? Девочки, здесь всякие разные тряпки и салфетки. И салфетки. Почему здесь такой хаос? Потому что здесь играет Федя. И он, в принципе, убирает все на место. В принципе. Вот он с ложками, с вилками, с кастрюлями. Но получается так, что если я сейчас здесь половину уберу, мне нравится, что он здесь играет. Нравится, когда он берет, типа готовит. Они с Арсением играют. Поэтому, блин, вот просто обламывать, им не всегда хочется в игрушки играть. А вот Федя готовит, и как все они подходят, они там вместе уже начинают готовить. То на диване, то еще. Все это перетаскивается туда. Кастрюли, которыми я хорошими пользуюсь, в шкафу стоят в другом. Ну, то есть, я не даю ими играть. Так, здесь у нас всякие разные баночки. В общем, понятно, да? Вот этот вот как раз я сейчас выброшу. Здесь, по сути, ничего нет. Я недавно, ну, не так давно показывала, да? Крышки, баночки, это все нужное. Реально это все нужное. Я купила еще вот фит-парад. 109 рублей. Пробили 139, но я вернула свои 30 рублей. Хотя на ценнике 109 купила. У меня еще есть, но, думаю, мало ли не будет. Стратегический запас. Так, ну, что здесь? Здесь вот рис дешевый, который вот этот вот круглый. И у меня там гречка. Все, это все, что я как бы... А, у меня еще там даже, девочки, мука в банке. Шампанское стоит. На 8 марта мы не пили шампанское. Это мне на работе дарили. Рафаэлу я съела. Вы спрашиваете, кстати, насколько я похудела. Девочки, я похудела на 6 килограмм. Наверное, похудела бы еще больше. Еще больше. Это Федя убирал все. Но на 23 февраля, на Лешин день рождения, я ела. И наедала по килограмму за день, получается, да? Ну, как... Не то, что наедала по килограмму за день, а выпивали, кушали, и у меня на следующий день плюс килограмм. И я их спидывала еще два дня. Поэтому, может быть, похудела бы и больше. Ну, а с другой стороны, больше мне не нужно, потому что... Потому что больше мне не нужно резко. Я не хочу, чтобы у меня обвисла кожа. А еще, девчонки, вам вообще видно? Сейчас скажу. Сейчас скажу быстренько. Мои помидоры. Вот я тогда сделала, наверное, банок 9, что у меня получилось. Они без ничего, без укропа, без чеснока. Вкусные-вкусные. Девчонки, очень вкусные. Ну, я во влоге снимала. Как-нибудь тоже приготовим. И мне их жалко сейчас есть. Ну, серьезно жалко. Поэтому они здесь и стоят. Вот эти вот... Одна банка у нас открыта. Это лечо мое, которое с рисом, с перцем. Тоже очень вкусная. У нас одна открыта. Вот я когда вчера перекусывала, что ли, ею. Не помню. Девочки, я считаю. Примерно плюс-минус я считаю. Вот если вот это вот я точно посчитать не могу, да, вот эту банку, но все равно я знаю рецепт. Это же мой рецепт. Плюс-минус там какие-то калории. Ну, что я сделаю? Так. Вот эта бутылка. Хочу я ее ободрать. Мне очень нравится она. А с другой стороны, натика, она нужна. Нет, девочки, она мне нужна. Два года лежит. Это Леша привозили самогонку на день рождения. Парень угощался работать. Так, вот эта кастрюля, я на ней прямой эфир веду. Но она, знаете что, когда у нас воду горячую отключают, мы в ней. Видите она? Она, вообще она абсолютно новая. Я в ней ни разу не затовила, но она сразу с первой же раза была новая. И вот такая вот стала. Ну, естественно, когда надо воду кипятить, я в ней кипячу. А так прямой эфир я ее ставлю. Так, вот эта сковородка, я ее подальше, я запретила ее трогать. Смотрите, подгорает ручка. Не знаю, видно вам? Вот, подгорает. Ой, думай на табуретке, да еще и на досточке. Вот ручка подгорает, и поэтому, и она еще качаться стала ручка. Так что я не рекомендую эту сковородку. Ну все, сейчас я здесь уберу. Все, как бы показала. Это термос. Леша сегодня не брал на работу плов, не знаю почему. Ну, обычно он туда кладет. Очень хороший термос, долго-долго держит тепло. Так, ну все, сейчас уберу и покажу. В общем, девочки, смотрите, сколько идет на выброс. Вы посмотрите. Коробочек, баночек всяких, непонятно. Ну, это игрушки, да. Я переложила. Вот это вот я не буду пока выбрасывать. Оказывается, вот эта корзинка, она нормальная, зеленая. Я, в общем, там одну коробку уберу, мальчишек, попробую ее положить. А там простынка постельная. В общем, она достаточно крепкая, если она не зайдет, то выкину. А так вот это вот ведро черное и прозрачное, это нам надо под игрушки, под всякие дела. Вот, на дачу, не знаю, короче. Вот это вот все выбрасывается, девочки. Понимаете? Вот смотрите. Я сейчас выдохну. Я пойду за мальчишками, когда я прям выдохну. Так, и смотрим, что здесь. Здесь вот как у меня получилось. Короче говоря, здесь яблоки сушеные, там дырочка есть, они дышат. Вот это вот желтое, мед нужно доесть. Это чия, это мак, это кокос. Ну, здесь понятно, что, да. Варенье. Вот это вот все дело, пока я это поставила сюда, потому что она закрытая. Что у меня здесь? Девочки, вообще замечательно все получилось. Так, прихватка. Прихватка прикрывает вот это вот все дело. Здесь гринвейевские тряпочки. И вот это, помните, желтое? Федя в ней был. Я уже все рукавом вытираю. Ну, вытираю со стола. Другой рукава отрезала. Пока так. Здесь салфетки. Ну, тоже тряпочки. Кстати, там еще порошки гринвейевские. Вот. Прихватка. Прихватка пока тоже здесь. Все почему пока? Нет. Вот это так и останется здесь стоять. Просто пока нет полок, стеллажей, в кладовке. Здесь вот эти все специи, шиповник, все дела, да. Сюда я переложила баночки. Это, кстати, я вспомнила, что это морская капуста сверху, без этикетки. Может, уже срок вышел. Так, здесь рис гречка и вот этот розовый рис. Так. Смотрите, все идеально стало, да. Вот это вот хотела убрать в коробку и убрать вообще. Ну, приборы. Ну, я опять же объясняю, что Федя играет. Здесь вот так вот это я всем пользуюсь. Термос. Ну, поставила так, не знаю. Вот эта кастрюль, конечно, напрягает. Будут полки в кладовке. Все, что раз в неделю пользуемся, будет там стоять. Ну, а там помидоры, борщ и мука. В общем, вот так вот все получилось. Смотрите. Мне очень нравятся девчонки. Сейчас, блин, надо быстро полы помыть. Потом в душ, потом уже. А то буду голубым. Так, чай себе сделала. Ну, наверное, с близешечкой попью. Сегодня можно. Ну, мне, в принципе, всегда можно. Ну, как бы вот. Так. Воду оставила. Это у Феди, говорю. Кто, господи? Леша пьет воду. Там у меня писульки всякие разные по работе стоят. Ну, в том, органайзере. Цветочки. Ну, опять же, это весы у меня всегда, да, здесь стоят. Мне не нравится. Мультиварка, она обычно стоит вместо вот этой вот кастрюли. Точнее, кастрюля всегда стояла. Вот эта здесь появилась. Когда у меня кастрюли новые появились, вот это вот все здесь. А так это место для мультиварки. Ну, и как бы вот так вот. Все получается. Ну, в принципе, я считаю, что неплохо. Хорошо прям. Прям замечательно. Скажите? Вот. И я еще куплю, если остались, оставалось три штуки их. Я еще один под раковину куплю. И вообще, короче, куплю, чтобы они были. Мне они понравились. Они вечные. Ну, чего с ними будет? Ничего с ними не будет. Качество очень хорошее. Вот. Магнит косметик. Девочки, а я буду с вами прощаться сегодня. Вечером буду брыю выщипывать. Ну, блин, подустала немножко. Я же вытирала тут и там вытирала, везде вытирала. И уже тороплюсь. И полын надо быстренько прям, ну, подтереть. Не помыть, нет. Я прям его подотру нормально. Потому что в понедельник я их мыла нормально. Вот. Что еще хотела сказать? Я на время смотрю. Чайок сейчас попью, а потом полын. И все. И до встречи с вами. До встречи на канале Воронина лайф. Это у меня там открыто. Открыто все. Вот так у меня там все выглядит. Ну, нормально. Чего? Нормально. Ну, блин, бардака сильно нет. Нет, нет. Там посуда нормально. Просто вот, где чашечки зелененькие, там бы не мешало, конечно, убраться. Ну, ладно. Мы будем мыть с вами кухню, будем мыть стены, будем мыть потолок. Вот. Скоро. Когда у меня настрой будет. Все, девчонки. Спасибо, что были со мной. Спасибо. Вот благодаря вам, кстати, я... Влог нужно снимать. И я хоть что-то сделала. Люблю вас. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok